Всем привет, ребят! С вами Карина, и добро пожаловать в строительство The Sims 4! И сегодня вы увидите, как я строила современный японский дом. На самом деле, этот домик я построила достаточно давно, как минимум неделя уже точно прошла. Я немножечко попозже расскажу вам, почему уже так долго я не могла освучить это видео. Ну, а сейчас давайте мы с вами поговорим о самом доме. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я решила построить японский дом, потому что у нас вышло новое дополнение, снежные просторы. Кстати, вышло оно уже почти месяц назад, да, очень быстро идет время. И если вы сами играли или смотрели какие-то обзоры или жилдсплеи по данному дополнению, то вы наверняка заметили, что предметы в режиме строительства у нас выполнены в японском стиле. И вот поэтому, собственно, домик у нас также выполнен в японском стиле. Когда мы с вами в первый раз поиграли в это дополнение на стриме, я вам сразу сказала, что я очень сильно хочу построить дом именно в японском стиле, но я, к сожалению, вообще не знала, как выглядят дома в Японии. Ну и давайте я расскажу вам, как же мне пришлось выкручиваться из этой ситуации. В общем, изначально, чтобы вы понимали, у меня в голове была просто пустота. То есть я вообще не представляла, как должен выглядеть мой будущий дом. Я решила посмотреть на окружающие дома в городе, думала, что-нибудь сейчас пойму хотя бы, что мне примерно нужно построить, но нет, мне это особо не помогло. Но спустя какое-то количество времени мне в голову пришла гениальная идея зайти на Пинтерест. Собственно, это я и сделала, и там я нашла очень-очень классный дом, который мне понравился. И, в принципе, вот этот домик я строила, грубо говоря, по картинке. Я постараюсь обязательно сюда прикрепить картинку этого дома, чтобы вы понимали вообще, как выглядит оригинал и то, что построила я, и могли сравнить. Я прекрасно понимала, что построить такой дом прям один в один у меня не получится. Но, если честно, я старалась, я очень сильно злилась, потому что у меня ничего не получалось. И в конечном итоге я решила, что все, как будет, так и будет. Что-то у меня похожее на оригинал дома, что-то я сделала сама. И в целом я осталась довольна результатом. Все вот это вот основание дома я строила, наверное, часа полтора. Я вам говорю серьезно, без преувеличений, я просто сидела, включала себе музыку, по пять раз смотрела на эту картинку, что-то меняла постоянно, думала, как лучше сделать. Но, правда, мне очень сильно понравилось, как выглядит дом снаружи, как он выглядит внутри. Но полную, как бы, картину дома вы, естественно, увидите в конце этого видео. Пока что вы можете заценить его только снаружи. Если честно, то я считаю, что этот дом является одной из моих самых лучших построек, потому что обычно, когда я строю дома, я потом на них смотрю и думаю, блин, как-то он снаружи очень странно, страшно выглядит, чего-то не хватает. То есть я обычно уделяю большее внимание обустройству комнат. Кстати говоря, про обустройство комнат. Если честно, я уже после того, как создала этот дом, я решила зайти на Пинтерест и посмотреть, как выглядят современные японские дома именно изнутри. Какая там обстановка и так далее. И, в общем-то, я поняла, что здесь у меня получилось немножечко не то, что я хотела бы видеть. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет. Мне очень нравится дом снаружи, внутри его всегда можно переделать. Да и, в принципе, и снаружи его тоже можно переделать. Но, в целом, я считаю лично для себя, что для первого раза строительство дома в японском стиле у меня получилось очень даже неплохо. Еще есть один интересный факт. При строительстве этого дома я решила разместить платформы. Вы, в принципе, наверное, сейчас их уже видите. И с этими платформами у меня была такая проблема. Я не учла столько различных факторов. Мне пришлось там по пять раз все это сносить, все переделывать, перестраивать. Я ставила там 20 раз паузы. И, в общем-то, я остановилась на том, что мне пришлось поднять абсолютно весь первый этаж на платформу. Все, грубо говоря, перестроить. Это, конечно, было ужасно. Я была очень злана из себя, что раньше того факта не учла. Но зато в результате все получилось очень красиво и не было никакого казуса. Ну и напоследок давайте я немножечко расскажу вам о планировке данного дома. В общем-то, на первом этаже у нас с вами располагается ванная комната и отдельный туалет. Также, как обычно, кухня-гостиная-зал. Да, у меня так всегда происходит. Кстати, вдобавок там еще есть столовая. И переходим ко второму этажу. На втором этаже у нас находится спальня и балкон. Также на улице есть место, где персонажи могут расслабиться, покушать, а также позаниматься садоводством. Ну а теперь давайте перейдем к другим темам. Во-первых, я еще на стриме хотела вам сказать такую вещь. Я завела ТикТок. Да, теперь у меня есть ТикТок. Там я выкладываю различные нарезки. То есть меня вы там не увидите. Но мне будет очень приятно, если вы зайдете, посмотрите мое видео, поставите лайки, подпишитесь на мой аккаунт. Поэтому ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Ну а теперь давайте я расскажу вам, почему видео выходят так редко. Я уже неоднократно говорила вам, что сейчас у меня с учебой просто полный завал. Нам задают очень много, и плюс он начался декабрь, а это значит, что у меня такой экзаменационный период. У нас проходят различные зачеты, какие-то опросы, рубежи, рейтинги составляются. В общем, куйма всего того, чего я еще до конца не понимаю. Но заданий очень и очень много. Я делаю различные презентации, рефераты. Ну, думаю, вас так пугать прям не стоит, обо всем этом рассказывать много я не буду. Вы потом, когда пойдете в университет, все это дело поймете. Поэтому пока что вам об этом думать еще рано. Но вот я говорю вам о том, что времени просто катастрофически мало. У меня вот по счастливой случайности появилось сегодня полтора часа свободного времени. Вообще не должно было быть это свободное время. Так получилось, в общем-то, да, я думала, что сегодня будет полный завал по учебе, но нет. Как-то все прошло немножечко иначе, чем я думала. И поэтому вот у меня было свободное время. Я решила для вас озвучить это видео, сделать также видео в ТикТок. Поэтому вот такая вот сейчас сложная ситуация с этой учебой. Я надеюсь, что она скоро закончится. Я очень сильно уже хочу просто хотя бы несколько дней отдыха, чтобы можно было, во-первых, самой отдохнуть, во-вторых, постримить для вас и, в-третьих, записать для вас новые видео. На самом деле я хочу сказать вам, что у меня сейчас очень-очень много различных интересных идей, много различных планов, которые, я надеюсь, в ближайшее время уже осуществятся. Они, естественно, связаны с Ютубом, да, поэтому... Кстати говоря, не только с Ютубом, а еще и с Твичом. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Да, поэтому, ребят, планов действительно очень много. Я хочу быстрее их реализовать. Я стараюсь сейчас все для этого делать. Поэтому в будущем вас ждет очень много новых интересных новостей. Следите за каналом, за группой ВК и, в общем-то, за всеми моими новостными ресурсами, так сказать. В принципе, это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Я рассказала вам о доме, рассказала о причинах своего долгого отсутствия. Поэтому, ребяточки, ждите. В конце месяца, я надеюсь, у меня уже будут свободные деньки, когда я смогу сделать много нового контента, чтобы радовать вас, тем более на новогодние праздники. Возможно, возможно, будет у меня для вас подарочек. Пока точно утверждать не буду, чтобы вы там не надеялись лишний раз. А я потом такая, а, нет, ничего не будет. Вот, но я постараюсь, обещаю вам, постараюсь. Вот, поэтому на этом мы с вами будем прощаться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий. И я желаю вам приятного просмотра. С вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok